Всем привет, друзья! Вот и сломался мой корейский навигатор, который долгое время проработал у меня в автомобиле. И, к сожалению, починить мне вот так и не удалось. И теперь у меня появилась задача найти 7-дюймовый навигатор, который встанет на то же место в торпеду, которая находится над магнитовой. И так как я не смогу добраться до кнопки включения и выключения навигатора, для меня принципиально важно, чтобы он автоматически включался и выключался при подаче и отключении питания. Также необходимо, чтобы у него был разъем под камеру заднего вида. И иногда, чтобы я смог в свободное время на нем посмотреть фильмы или клипы. А такие функции, как операционная система Android, навигатор и прочее будут жирным плюсом, хотя это в принципе и не обязательно. Я какое-то время поизучал навигатор на Алиэкспрессе, и я такой вариант себе заказал. А сейчас давайте приступим к его полному обзору. Поехали! Дошел товар за месяц и 10 дней, пришел он через обычную почту. Коробка была немного помята, но тем не менее, сам товар полностью остался целым. Характеристики навигатора перед вами на экране. Да, они конечно не большие, но тем не менее, их вполне хватает для этого навигатора. Сам навигатор упакован в надутый полиэтилен и хорошо защищен от ударов. В комплекте идет сам навигатор. Зарядное устройство от обычной розетки. Крепление на присоске к стеклу, кстати, я должен сказать, что довольно крепкое. Зарядное с USB разъемом. И зарядное от прикуривателя. Инструкции, к сожалению, в комплекте не было. Для начала перейдем к его внешнему виду. Я не знаю почему, но почему-то у продавца картинки выложены совершенно с другим навигатором. То есть, внешний вид совершенно никак не совпадает с тем, что у него выложено на страничке. Но тем не менее, вся оболочка, то есть, весь интерфейс, который находится здесь, он полностью совпадает с описанием. И в принципе, это для меня самое главное. Тем более, навигатор, он будет замурован в торпеду, и я не буду видеть его внешнего вида. Да и хотя и с таким же внешним видом, который сейчас, я бы все равно его купил. Тем более, в отзывах, сколько бы я ни смотрел, все выкладывают фотографии, и у них точно такой же внешний вид у навигатора. Поэтому, я думаю, в этом нет ничего страшного. Итак, то, что касается внешнего вида. С обратной стороны у него расположен вот здесь вот динамик. Выше идет заглушка. Это просто заглушка, это на самом деле не стилус. А стилус расположен вот здесь. Но единственное, что применение к этому стилусу я не нашел, кроме как включение, там, ну точнее, для нажатия вот этой кнопки Reset, которая именно сбрасывает все настройки. Сам экрану на этот стилус никаким образом не реагирует, потому что тем более он пластиковый. Итак, с других сторон, снизу ничего нету. С правой стороны, если мы будем на него смотреть, нету. Сверху здесь идет кнопка включения и выключения. А с этой стороны как раз расположены именно все разъемы, которые нам будут необходимы. Это мини-USB для зарядки навигатора. Разъем под камеру заднего вида. Должен заметить, что этот разъем как раз идет не 3,5 джек, а 2,5 джек, 4-контактный. Обязательно это нужно будет учитывать, потому что у меня на старом навигаторе стоял 3,5 джек. Поэтому я заказал сейчас дополнительно другой переходничок. Здесь устанавливается карточка microSD. Здесь расположен разъем для наушников, либо как я подключил через AUX к магнитоле. И теперь весь звук, который с него идет, он выходит на колонки через магнитолу. Во время зарядки вот эти два светодиода будут светиться красным светом и должен сказать, что они довольно напрягают во время вождения. Но когда он полностью зарядится, то они начинают светиться зеленым светом, который уже не так раздражает глаза. Должен сразу сказать, что зарядное устройство, которое идет с ним в комплекте, я имею в виду для прикуривателя, оно идет на 2,5 ампера, то есть оно довольно неслабое. Я же хотел подключить другое зарядное устройство, то есть от видеорегистратора, которое было на 1,5 ампера. И сам навигатор, он просто-напросто не успевает заряжаться, он постепенно все равно разряжается, то есть ему не хватает мощности. Поэтому вам нужно будет обязательно использовать либо зарядное устройство, которое идет именно с ним в комплекте, либо искать там другое зарядное устройство, например, если там это вышло из строя, именно с мощностью не меньше, чем 2,5 ампера. Только тогда он успевает заряжаться. Итак, я приглушил свет, потому что яркий свет нам здесь не нужен. Нам теперь нужен будет чисто дисплей самого навигатора. Здесь стоит обычный ТФТ-дисплей с разрешением 800х480. Так как это дешевая категория навигатора, то, естественно, и экран тут своим качеством, он не блещет. Так как цвета, если на этом фоне не еще яркие, то при просмотре фильмов они довольно блеклые. Далее, яркость у него небольшая, и в солнечную погоду вы можете просто на этом экране ничего не увидеть. То есть, черный фон, темный фон, на нем очень плохо что-то видно. Сам навигатор, даже в яркую солнечную погоду, когда у него светлый фон, то, в принципе, более-менее что-то на нем видать. По нему ориентироваться можно. Углы обзора здесь средние. Я бы не сказал, что они прям плохие какие-то, но, тем не менее, бывает, конечно, и лучше. В основном цвета теряются, когда вы смотрите по вертикали. То есть, если я буду смотреть снизу вверх, то все цвета темнеют, и уже практически я там ничего на экране не вижу. Но, слава богу, в основном навигатор расположен либо на уровне глаз, либо ниже уровня глаз. Поэтому такая проблема будет решена. То есть, снизу вверх я сомневаюсь, что кто-то будет вешать его выше уровня глаз. С боков, ну, немножко теряется цвет, но, тем не менее, все достаточно нормально видно. То есть, я пробовал, включал на него там клипы, смотрел, что на пассажирском сидении, что на водительском, и слева и справа, в принципе, все достаточно видно. Теперь то, что касается, ну, так сказать, самого интерфейса. Внизу мы можем уменьшать, либо прибавлять громкость. Это кнопка назад, кнопка домой, естественно, и панель задач. То есть, можем посмотреть, какие приложения у нас открыты. Вот это, так называемый, рабочий стол. Он чем-то напоминает восьмую винду. Здесь вы можете спокойно добраться до навигатора, там для фотографий, видео, которые у вас находятся либо на самом навигаторе, либо на флешке. Можете все это посмотреть. Также меня здесь порадовало, что здесь установлен полноценный Android. Конечно, он не такой расширенный, как на, там, сейчас на телефонах. Здесь стоит Android 4.4.2. И для навигатора этого вполне достаточно. Изначально здесь продавец уже установил навигатор. Это Navitel, в который загружены уже все карты, которые нам будут здесь в данный момент необходимы. Сейчас зайду, покажу, что здесь на нем в данный момент имеется. GPS работает, Wi-Fi здесь точно так же все подключается. Wi-Fi можно раздавать, кстати, со своего телефона. Так что с интернетом здесь проблем никаких не будет. Вот он уже определил мое местоположение. Где сейчас я в данный момент нахожусь. То, что касается самих настроек. Карты здесь загружены. Как видите, есть Россия, Украина, Республика, Беларусь. Сами карты здесь, ну, 2016 года. В дальнейшем, как я буду их обновлять, я, если честно, точно не знаю. Продавец вроде как обещал скинуть мне обновление. Единственная, конечно, охота, чтобы навигатор, работав в онлайн-режиме, показывал там, к примеру, пробки, которые будут находиться впереди дороги. И, кстати, такая проблема тоже разрешается здесь без каких-то сложностей. Так как здесь установлен Android, вы можете скачать любые приложения на Play Market. Некоторые писали, что Play Market там какой-то неполноценный и многие программы не скачиваются. Здесь же обычный Play Market, который установлен у нас на телефонах. Любое приложение, любой навигатор. Я, к примеру, дополнительно скачал сюда Яндекс.Навигатор. Если вам нравятся какие-то другие навигаторы, можете там скачать Google, еще какой-то. То есть тот, которым вы всегда пользуетесь. И пользуются, к примеру, ими. И они будут также все работать отлично, как и, к примеру, на вашем телефоне. Сейчас какое-то он время думает. Теперь можно им пользоваться. Также, как я говорил, раздались телефоны по Wi-Fi и интернет. И он будет вам все показывать в онлайн-режиме. Я также скачал себе проигрыватель для того, чтобы он мог воспроизводить видео любых форматов. С воспроизведением видео здесь вообще не создается никаких проблем. То есть он тянет любые видео, которые я скидывал, которые весят по 4 гигабайта. То есть любых форматов. Можно скачать также любые другие приложения, которые вам необходимы. То есть я просто скачал там GPS-спидометр, так, к примеру, приложение YouTube. Кстати, воспроизводит, он открывает все достаточно быстро. На удивление. Хотя характеристики его довольно-таки маленькие. Теперь то, что касается самих характеристик. Давайте зайдем в настройки. То есть здесь есть также Wi-Fi, Bluetooth, передача данных, режим полета, режим модема и так далее. То есть все эти функции присутствуют. То, что касается экрана. Ну, здесь также можно поменять яркость, делать послабже, поярче. Но я вас уверяю, яркости здесь не хватает. И вряд ли она у вас будет поставлена там где-то на серединку. Она будет всегда на максималке стоять. Памяти у него немного, поэтому приложение сюда влезет. Но от силы штук пять, а то может быть и меньше, с учетом, что они будут обновляться. Единственное, я маленько не понял. Он указывает всего место 0.99 гигабайт внутренняя память. Тут же идет USB накопитель. Хотя это тоже внутренняя память. Она идет 4.62 гигабайта. Из них сейчас доступно осталось 1.98. То есть, в общем плане, у вас остается там всего 2 гигабайта с копейками на ваши там нужды, так сказать. Поэтому здесь нужно будет определяться, какое приложение вам будет необходимо скачать, а каким нужно будет пренебречь. Сама SD-карта у меня стоит здесь на 8 гигабайт. На 32 у меня, к сожалению, нету. 16 гигабайт он тянет, а на 64 он уже не может воспроизвести. Не знаю, на 32 сможет он потянуть карту или нет, но я думаю, может быть и не потянет такую карту. Но нету возможности у меня его проверить, к сожалению. Батарея разряжается здесь, ну, наверное, за час, может быть где-то за час 20. То есть, в фильм посмотреть просто от батареи у вас никак не получится. С другой стороны, навигатор он рассчитан на то, чтобы он был постоянно включен в зарядку. Еще одна интересная фишка, которая здесь есть, это FM-трансмиттер. При помощи его вы можете выдавать звук через радиоприемник. То есть, ну, это те самые ранечные модуляторы, которые вставляете в прикуриватель. Точно так же они создают там свою волну, которую вы находите на радио, на вашей магнитоле, и будете слушать звук там с вашего проигрывателя. Точно так же мы выставили там любую волну, которую надо. Ее находим на нашем навигаторе, включаем, чтобы звук теперь исходил именно с этой волны. И можно слушать через радиоприемник то, что будет воспроизводиться на этом навигаторе. То есть, достаточно удобная вещь. Но звук, сразу скажу, будет не очень хорошим, поэтому лучше по возможности подключать его через AUX, через разъем. Теперь то, что касается автоматической включения и выключения навигатора при подаче на него питания. Сейчас я вам, собственно, продемонстрирую. Итак, включая зарядное устройство в навигатор, и он автоматически включается. Теперь он будет работать и заряжаться. Когда вы выключаете зажигание, то есть, питание на него не подается, он автоматически выключится через 20 минут, то есть, он уйдет в сон. Если вы хотите полностью его выключить, можете нажать эту кнопку. Можете сразу принудительно его отправить в сон. Если это не нажмете, то он автоматически уйдет в сон. Либо нажать Cancel. Это отмена отключения, и в данный момент он будет работать чисто от батареи. А, собственно, подсоединять флешку я буду при помощи вот такого удлинителя для microSD. С одной стороны там папа вход, с другой стороны мама под microSD. Ну что, теперь я хотел показать, каким образом работает камера заднего вида. Она у меня уже была выведена на предыдущий навигатор, здесь подключена. Теперь включаем и посмотрим, как, собственно, она будет у нас включаться. Включаем заднюю скорость. Все, камера включилась. Единственная проблема в том, что появляется вот такая рябь. Как оказалось, когда я почитал много разных форумов, все сталкиваются с такой проблемой, но не все, но большинство. Когда они меняют, например, старую магнитолу на новую, почему-то на старой магнитоле все показывает отлично, на новой магнитоле появляется рябь. Ну, как пишут, проблема эта решается тем, что нужно запитать эту камеру от какого-нибудь другого там фонаря. Не знаю, видать, этот предыдущий как-то создает помехи. Хотя тут же они пробуют переключать эту камеру обратно на старую магнитолу, на ней опять все показывает прекрасно. Также в моем случае старый навигатор показывал отлично. Сюда подключаясь, здесь теперь появляется рябь. Не знаю, надеюсь, я проблему эту смогу решить. Загоню к электрикам, они больше в этом разбираются. Может быть, что-то там переделают. Но факт в том, что сама камера без проблем включается, и все это достаточно без проблем работает. Ну, как без проблем? Нужно решить теперь проблему с этой рябьей. Так, ну, конечного результата я здесь вам не покажу, как будет расположен здесь навигатор. Так как, видите, он еще у меня толком здесь не зафиксирован. Здесь он будет сделан в металлической рамке. Сейчас основная проблема у меня появилась в том, что вот эти все разъемы, которые здесь расположены, ну, AUX у меня Г-образные, а именно, именно само зарядное устройство и подключение камеры заднего вида, они прямые, они упираются сюда в корпус. Поэтому я заказал там два переходничка, тоже на Алиэкспресс, но они не скоро придут, которые я сюда установлю, и, собственно, потом у меня все это встанет на место вообще прекрасно. Вот этих вот светодиодов, которые, кстати, напрягают во время зарядки, я говорю, что они ярко-красно светят, да, их либо надо будет вам заклеить, потому что, ну, реально, они очень сильно по глазам светят, они у меня будут спрятаны, и здесь у меня будет только лишь корпус. И доступа к кнопкам и ко всему остальному у меня здесь уже не будет. Я надеюсь, мой обзор вам чем-то помог, кто-то надумал, благодаря моему обзору, там, приобрести этот навигатор, кто-то, наоборот, передумал, потому что есть как и плюсы, так и минусы. Здесь уже, конечно, решать вам. Если кто-то надумал покупать его, я оставлю обязательно ссылочку на проверенного продавца, у которого именно я приобрел, внизу, в описании. А на этом я с вами прощаюсь, всем до новых встреч, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok